Знаете, оказывается, есть такой жанр, как коллекционные карточные игры, сокращенно ККИ. И на эти ККИ я не обращал внимания до тех пор, пока... Нет, здесь дело не в Test Legends, пока я не поиграл в Гвинт, игру внутри игры Ведьмак 3. Позже Гвинт вышел как отдельная игра, а спустя пару мгновений за нимакс посмотрели такие «А шо, так можно было, что ли?» и создали свою ККИ по древним свиткам, о которой сейчас речи пойдет. Называется она Zelda's Cross Legends. Долго о ней рассказывать, наверное, не получится, так как игра, хоть и увлекательная, все же сам игровой процесс, знаете ли, примитивен. Речь сейчас идет не о возможных тактиках, благо с этим все в порядке, речь именно о процессе. Играли когда-нибудь в дурака, в обычного, в подкидного, возможно, даже на раздевание. Вот это все вместе. Хотя правила немножко другие, попробую сейчас описать, как это происходит. Сперва вам нужно собрать колоду. Вам изначально дано несколько уже готовых, можете играть ими, а в целом у тебя, в принципе, есть набор карт. Из этого набора ты можешь составлять колоды, опираясь на свой стиль игры, которого у тебя вначале, разумеется, просто еще нет. Ну, значит, просто берешь готовую колоду и играешь, какие вообще проблемы. Постепенно твоя коллекция будет расширяться, будут шириться границы возможностей, будет шириться твой опыт, будут дорабатываться колоды, создаваться новые. У меня знакомство с колодами вышло особенным. Мне помогли окунуться в процессы, и в целом я не жалуюсь. Беда только в том, что меня, человека, не знающего куда нажать, чтобы было весело, уговорили уничтожить почти все имеющиеся карты. Дело в том, что при уничтожении тебе дается валюта, камни душ, из которых можно изготавливать другие карты. Чем выше карта по градации, от простой до легендарной, всего четыре ступени, тем дороже ее создать. И, соответственно, дороже разобрать, но, конечно же, за разбор ты не получаешь столько же ресурсов, сколько за сбор. Да, одну десятую, дай бог. В итоге сборка стоит от ста камней душ до 1200. Ну, в общем, мне собрали одну неплохую колоду, схорчив почти все мои карты. И, как бы, да, хорошо, колода мне нравится до сих пор, но карт больше не осталось. И в итоге, после полугода игры, у меня нет даже ни одной драконей колоды, и многих других карт тоже нет. Не повторяйте моих ошибок. Карты здесь делятся на атрибуты, взятые напрямую из первоисточника. Это сила, ловкость, сила воли, интеллект, выносливость. Еще есть нейтралитет и мультиатрибут. Предполагается, что, как бы, карты, например, на силу будут сильно бить, но слабо защищены. На выносливость помогут затянуть игру до поздних этапов. Ловкость — это там все в движении, много смертоносных карт. Не верьте, оно так не работает. Точнее, не совсем так работает. Кое-где логика, конечно, проглядывается, но в целом тут этим особо не заморачивались, да и не важно это все. А раз не важно, нафига тогда вообще нужны эти атрибуты, непонятно. Дело в том, что колода может состоять только из двух атрибутов, и содержать она может 50 карт. Ну, на самом-то деле, добавлять карт сюда можно сколько хочешь, вплоть до 99. Просто потом такая колода будет, ну, скажем так, неудобнее. Шанс, что выпадет нужная тебе карта, получается, уменьшается чуть ли не вдвое, а сама колода превращается в кашу, мягко говоря. Но иногда это полезно. Зависит, конечно, от тактики и от случая тоже. Ну вот, атрибутов всего может быть только два. Соответственно, и карты могут быть только двух атрибутов. Хотя и тут, конечно, тоже можно схитрить. Во-первых, те самые карты с мультиатрибутом. То есть, карта с особым, порой и более мощным, чем обычно, свойством, которые имеют сразу два, а то и три атрибута. При добавлении такой в колоду появляется возможность добавить и карты третьего атрибута. Правда, теперь колода должна состоять минимум уже из 75 карт. Ну и, во-вторых, есть еще нейтральные карты. Их можно добавлять к совершенно любой колоде без оглядки на атрибут. Но вот ты собрал свою первую колоду, и что же с ней делать? Ну, начать лучше, как всегда, с обучения. Оно здесь есть, оно здесь довольно-таки неплохое. Правда, там свои колоды и прочее. На арену лучше не лезть, об этом потом. Но интереснее всего, как правило, тут именно бои с живыми игроками, из-за непредсказуемости происходящего. Вот, начинается раунд, и каждому игроку дают три карты и предлагают их заменить. Далее, ход по очереди. И, наверное, первое, что обнаруживается, это наличие или отсутствие некого кольца. У кого кольцо, тот ходит вторым. Однако, само кольцо не бесполезное. Трижды за игру можно получить из него одну единицу маны в ход. Опа! В игре есть мана! Да. Так и зачем она нужна? Ну, все просто. В начале первого раунда у каждого игрока по одной единице маны. Каждый новый ход, она увеличивается по очереди для каждого на одну единицу вплоть до 12. Нетрудно заметить цифры на картах. Да, это их стоимость. Вот сколько стоит карта, столько и придется выложить маны за то, чтобы ее сыграть. Есть способы уменьшить стоимость карты или увеличить количество маны, и это даже целые интересные тактики. Но изначально правила именно такие. И вот тут кольцо как раз таки выглядит гораздо более выгодным. Потому как карты здесь довольно хорошо сбалансированы, и за одно очко здесь редко можно получить что-то ценное. Исключения, конечно же, есть. Например, тот же бес, будь он не ладен. И даже есть карты с нулевой стоимостью. Но в целом, конечно, мощные карты дорого стоят. Беда в том, что до момента, когда маны на них будет хватать, можно просто не дожить. И сразу стоит уяснить одну простую истину. Как и в любой карточной игре, решающую роль здесь играет не твое мастерство и не колода вовсе, а обычная удача. У тебя может быть просто идеально составленная колода, но карта просто не пойдет и все. Например, на старте тебе будут попадаться дорогие карты, которые ты просто не сможешь разыграть. Или из колоды, опирающейся на предметы, будут, собственно, только одни предметы и падать, а ими ты не поиграешь, нужны существа. Или, например, действия, там та же история. Или просто будут падать не те карты, что нужны для составления тактического наступления или обороны. Будет просто какая-то каша. Так что удача и еще раз удача. У меня не раз так бывало, что включалась полоса везения, и я, не знаю, какой-нибудь своей колодой выносил просто всех вперед ногами пачками. А потом, как началось, так же резко и закончилось. И раз, я в течение месяца вообще ни у кого победить не мог, вообще ни у кого. Рандом будто бы сговорился, и противники обладали какими-то баснословными колодами на любой случай жизни, и просто-таки невероятной удачей. Причем любые противники любого уровня. Такие закейдоны даже искусственному интеллекту не под силу. Он тоже ведь не может угадать, как именно будет играть оппонент. Хотя формально тут, конечно, есть уровни, а не чуть позже. Я веду к тому, что все зависит именно от удачи. Вот и все. Третье, что бросается в глаза, это двойное поле. Да, особенно после гвинта, это заметно. В некоторых турнирах или под воздействием особых карт, редких, свойства поля могут меняться. Но в подавляющем большинстве случаев правило будет всегда одно и то же. Левая часть поля боя, это, собственно, бой. Туда карты выкладываются, как обычно. Правая тень. Выложенные туда карты сокрыты от удара по ним в первый ход. Дальше, как обычно. Хотя, конечно, есть способы и наложения этой самой скрытности на любую карту, и ее снятие, например, действием. И, наверное, теперь давайте поговорим о самом вкусном. О картах. Да, помимо разделения на расы, о котором я еще скажу, тот есть разделение на четыре типа карт. Это существа, предметы, действия и поддержка. Существа это то, что будет атаковать врага. У каждого игрока, как видите, в начале боя есть по 30 очков жизни. Чтобы победить, нужно обнулить чужой счетчик. То есть, атаковать врага прямо в лоб. Для этого и нужны существа. У каждого из них есть свой показатель атаки и защиты, которые можно менять, например, бафами и дебафами. Часто у подобных карт еще будут свойства и ключевые слова. И вот тут, как раз таки, на первых порах можно легко запутаться. Но на деле все не так сложно, как это кажется с моего, например, рассказа. Особенно, если разбираться самому и не спеша. Свойства это именно что особое свойство карты. Скажем, вот главарь орков получает плюс один к атрибутам, если на поле боя призван еще один орк. Или, опять же, бес. Он, атакуя кого-либо, будет автоматически атаковать еще и самого твоего оппонента на две единицы, минуя все преграды. Таких свойств у карт немало. Есть, конечно, повторяющиеся, но, в принципе, они еще и разные тоже есть. И перечислять все ты просто замучаешься. Да и надо ли, это не руководство по игре, это просто обзор. Да и, если честно, я не упомню всех свойств, потому как их, ну, правда, немало. Получить их невозможно во время игры, они либо есть у карты, либо их нет. Однако вот ключевые слова во время игры разные карты получить могут. Ключевых слов уже не так много, как свойств. Это смертоносность, то есть убей любую карту одним касанием, если дотянешься, конечно. Конечно, регенерация в конце хода карты исцеляет сама себя, поглощение, вампиризм в чистом виде, атакующий игрока или карту и вампиришь столько же здоровья себе, сколько силы было у поглотителя, оберег, защита от любого урона на один удар, прорыв. Если, к примеру, у твоей карты сила 7, а у карты стража выносливость 2, то остальные 5 урона получит уже сам противник. Ну и, конечно же, страж. Самое важное ключевое слово. Пока страж на линии, противник вынужден атаковать именно эту карту. Пока жив страж, противник не может атаковать кого-то другого или тебя самого через эту линию. Вроде ничего не забыл, а если и забыл, то не страшно. Как видите, поначалу можно немножечко так запутаться, это нормально, но втягиваешься ты быстро. Такие вот свойства и ключевые слова можно не только дать, но и отнять, нематой, например. Это уже, как правило, прерогатива карт типа действия. Обожаю эти карты, у меня не одна колода на них построена, магическая такая. Эти карты нельзя выложить как существа на стол, но часто ими можно атаковать непосредственно игрока или же его карты, а также, например, проклинать их или, скажем, благословлять свои. В основном это всякие фаерболы, харио, лечение, ну то, что я люблю. Третий тип карт это предмет. Сами на поле боя они не могут участвовать, их нужно надеть на существо. Хотя у некоторых предметов есть свойство мобилизации, то есть существо идет как бы в придачу. Предметы усиливают существо и часто дают им некоторые интересные свойства. Тут тебе всякие есть и вилки, и щекотки, и клыки рассвета, все как положено, тут все лорно обосновано. И четвертый тип карт это поддержка. Она устанавливается рядом с портретом, и всего таких карт одновременно в игре может быть 4. Имейте ввиду одновременно у каждого игрока, так-то всего 8. Поддержка делится на активируемую и неактивируемую. Это могут быть, скажем, зелья, которые три раза можно использовать на существах или на себе лично, или атакующие предметы. Но чаще всего это предметы с пассивным свойством, которые могут легко склонить чашу весов в сторону владельца этой карты. Например, самое популярное это Камень Силы дает случайное ключевое слово всем разыгрываемым картам. Или вот Кузница Ротгора дает случайный предмет, первый разыгранный в ход карте. Притом предмет может дать как плюс 1, например, так и плюс 10, что мягко говоря до хрена. Или мой любимый воровской притон дает всем картам кражу. То есть если бить врага в лицо, карта получает плюс 1 к атрибутам, и сколько раз ударит, столько и получит. В общем, очень полезные карты. Еще следует сказать, что помимо 30 единиц жизни у каждого игрока есть по 6 рун. Руна ломается, когда здоровье опускается до числа кратного 5, там 25, 20, 15 и так далее. И что? И то, при поломке руны тот, у кого эта руна сломалась, берет карту. И некоторые карты имеют свойство пророчества. То есть ее можно тут же бесплатно разыграть. И нередко бывают случаи, когда такие пророчества спасают из безвыходной ситуации. Скажем, это будет страж, который загородит тебя от финального удара, а, скажем, следующим ходом ты уже выиграл, да? Или это действия, уничтожающие любую карту, такие тоже есть. Некоторые даже стараются побольше пророчеств в свою колоду пихать. Спасать, конечно, не всегда, но иногда это очень серьезно влияет на игру. Но вот ты закончил игру, и, собственно, что дальше? Ну, дальше ты получаешь опыт за матч. Чуть меньше при проигрыше. Тут есть полоска уровня, и максимальный здесь 50-й. Каждые 5 уровней ты получаешь повышенную награду, а каждый уровень обычную. Это мешочек с деньгами от 15 до 25 монет. Монеты здесь это вторая валюта. И случайную карту. Притом, реально случайную. Чаще всего, конечно, это мусор мусорский, но бывает и эпическую можно ухватить. Можно даже и легендарную. Хотя мне ни разу не попадалось. Возможно, и нельзя, но кто знает. Жаль, что уровень ограничивается 50-ю. Я вот недавно достиг порога, и собирать карты теперь уже сложнее. Правда, справедливости ради могу сказать, что мне уже не то чтобы совсем прям пофиг, но, скажем так, я достиг просветления, поиграв в Тест Леджинс уже в течение полугода, и как бы на этой стадии заинтересованностью игрой это уже не играет большой роли. Я натура увлекающаяся, и мне трудно представить еще более увлекающихся натур в натуре. Возвращаясь к теме. Тут также есть внутритурнирные уровни. Они делятся на знаки созвездий, но на деле их тут просто 12. Отчет идет в обратном порядке, то есть если ты встретил игрока 12 уровня, то значит он только что начал. Правда, в подавляющем большинстве случаев искусственный интеллект тут ищет равных тебе, так что и ты получается тоже, скорее всего, 12 уровня. В каждом созвездии по несколько звезд, и каждая победа продвигает тебя по одной звезде вперед. Иногда попадается довольно-таки редко удвоенные матчи, тогда и продвижение на две звезды. Преодолев последнюю звезду, ты входишь на новое созвездие, в нашем случае получаешь 11 уровень. Там уже и игроки тоже поопытнее. А вот если ты проиграл, вали на звезду назад. Более того, если позади пропасть, то тебя отбрасывает в созвездии змеи. Это как бы такая штрафплощадка из двух звезд. То есть ты, проигрывая раз за разом, не потеряешь уровень, но чтобы заново начать восхождение по новому созвездию, придется держать минимум две победы подряд. Мой рекорд по уровням это 4, выше я не поднимался. Да, наверное, не надо. В конце месяца подводятся итоги. Твой уровень созвездий сбрасывается, а тебе дают награды тем круче, чем выше ты поднялся за месяц. Это приятно. Таким образом можно копить местные золотые горы. А после того, как ты одержишь, например, три победы, скажем, в матчах, не обязательно подряд, ты получаешь те же мешочек с деньгами и случайную карту. В общем-то, это единственный быстрый способ получать карты, кроме покупки пустеров. Да, тут есть донат, но на самом-то деле играть совершенно легко можно и без него. Он тут не pay to win, можно купить хоть самый дорогущий набор за 4 почти тысячи рублей, только вот выиграть тебе это не то, что прям вот совсем не поможет, но, скажем так, сильного преимущества ты не получишь. Ты, наверное, вообще преимущества не получишь, ты получишь просто сильное разнообразие, вот и все. Одной копией карты в колоде может быть три штуки. Точнее, скажем так, копии может быть сколько угодно, но в колоду, в любую, ты можешь брать не больше трех копий одной карты, кроме некоторых легендарных, там вообще только по одной копии. Остальные можно смело ломать. Еще здесь есть премиум копии карт, это, например, такая же карта с теми же свойствами, но анимированная. Такие и ломать стоит тоже дороже, ну и собирать, безусловно, также дороже. За поломку получаешь камни душ, об этом я уже говорил, и вот уже за эти камни душ, по конскому, мать твою, прайсу, можно создавать те карты, которые ты хочешь. Тут можно открыть все существующие карты и просто посмотреть свойства каждой. Выбрать и посмотреть, скажем так, по карману ли тебе такое вообще создать или нет. Если по карману, пожалуйста, создавай сколько хочешь, точнее, насколько хватит. Еще здесь есть удобный поисковик, чтобы по полгода не искать интересующую тебя карту. Как же можно получить местную валюту? Кстати, я же не сказал, что тут есть еще одна валюта, это билетики на состязания, да. А вообще здесь как бы есть арена, и как я понял, это такое себе занятие, где ты профукаешь все билеты, так как вход тут именно по билетам. Билеты можно либо купить, о-хо, да, либо выиграть. Потому что даже несмотря на то, что уже то ли с 17-го, нет, не 17-го, с 19-го года игра не поддерживается, и винты здесь проводятся регулярно. Это турниры. Чем крупнее турнир, тем больше золота или билетов отвали за вход, и тем крупнее выигрыш. Сильно подняться тут это нужно быть просто-таки проигроком, но прелесть здесь в том, что уже заплатив за вход, ты получаешь свой приз. Иногда это еще и анимированная карта. Можно заранее посмотреть, что там за призы. В крупных турнирах помимо карты дают еще бустеры. Бустеры это то, что тебе будут постоянно намекать купить, да. Это такой мешочек с шестью рандомными картами разных тематик. Ну точнее, те карты, что покруче будут делиться на тематике, а простые им пофиг. В целом тут чистый рандом, такой же лутбокс, как и везде. Может выпустить мусор, а может и очень полезная вещь. И чем больше побеждаешь в турнире, тем больше дают и бустеров, и еще билетов отсыпают. При должном везении можно отыграть все билеты за вход и даже в плюсе остаться. Игра, кстати, длится до трех твоих поражений. Ну или до окончания соревнования, разумеется. Обычно все-таки первый вариант. Правда, нюанс состоит в том, что, как правило, в этих турнирах свои особые правила. Тебе не дают использовать свою колоду, чаще всего тебе просто говорят. Составь, например, новую. И вот это вот на самом-то деле беда. Составлять новую колоду для каждого отдельного турнира, это хрень полная. Тем более колода не сохраняется, потому как обычно для каждого турнира свои правила. Например, в этот раз может быть только по две копии карты в колоде. Или в этот раз мы играем только эльсвейерскими картами. Или там только обливионскими картами. Или в этот раз вообще без ограничений собирай любую колоду любых карт, какие только вообще существуют в игре на любую, так сказать, сумму. Развлекайся на все деньги. Это на самом-то деле херовый вариант. Я понимаю, что они хотели сделать такую вот уравниловку, чтобы всем, так сказать, было не обидно за потраченное время и потраченные, возможно, деньги. Но выглядит это довольно-таки херово, должен сказать. Ладно, еще есть способ пополнить кошелек. Это ежедневное задание. Тут их всего два типа. Первое это пассивный. Просто каждый день заходи и бери награду. Даже ничего делать не надо. Просто жмешь окей и все. Ты как бы ее уже даже взял. Просто жмешь окей. Это нетрудно. Она расписана на месяц. И в основном это как раз-таки немного золотишкой камней. Но встречаются карты. Минимум одна легендарная в месяц. А это, знаете ли, высший ранг. Напомню. Две эпических. Есть там еще менее крутые. Обычная. Так что игра вообще-то на самом-то деле не жадная. Чего я не ждал, откровенно говоря. Я ждал доилку. Но тут даже те же вот наборы, хоть и не все, которые можно купить за деньги, можно купить еще и за внутриигровую валюту. Ну так вот. Второй тип ежедневок это именно что задание. Тебе его дают, пока не выполнишь. Выполнил. Вот тебе нашли награда. И на следующий день тебе дают еще одно задание. Максимум взятых заданий может быть три. Это задание типа выиграй столько-то раз с такой-то колодой. Или убей столько-то карт. Или разыграй столько-то карт со свойством Х. Если задание вдруг не нравится, раз в день его можно рандомно поменять. Кстати, за победу иногда дают не золото, а именно что бустеры. Что тоже на самом деле выгодно. Как-никак шесть карт. Пусть даже и случайных. Сетевая игра это прекрасно, но играть можно и в одиночку. Тягаться просто с компом это скукота, но тут же есть еще компания и испытания. И вот это просто прелесть, правда. Испытания это различные задания. Тебя ставят в ситуации, и ты должен решать головоломки. Скажем, победить за один ход. Тут нужно не то, чтобы знать свойства карт. Они и так написаны. А скорее тут нужно соображать, как и в любой головоломке. Ну и механику игры знать, конечно, тоже нужно. Чем лучше ты узнаешь, тем больше у тебя подспорья в этой ситуации. Есть задания простые, а есть такие, что седалище треснет от натуги. Компания по умолчанию у тебя открыта только одна, начальная. Они все делятся на три этапа. И вот тут, конечно, схитрили разработчики. Да, схитрили. Ведь гораздо выгоднее, ну то есть как выгоднее, быстрее, быстрее купить компанию за тысячу рублей, нежели за три тысячи золота. Так как каждый из трех этапов стоит по косарю золота, да. Зато вот про сами компании ничего плохого сказать не могу вообще. Тест Леджендс это не альтернативка, так что все сюжеты там действительные. И истории там очень даже интересные. Первые расскажут о том, что на самом деле сделало династию мидов сильнее, и почему на троне именно они. Я не раскрываю всех сюжетных перипетий, так что если вы уже играли, и слушаете меня, и думаете, что за чушь он сейчас несет, я пытаюсь не раскрывать интригу. Вот и все. Вот так вот. Второе. За темное братство. Узнай, как именно был разгромлен Бравил, и разрушена гробница Матери Ночи, и какого хрена вообще произошло, почему братство было почти уничтожено, и уцелел лишь один Цицерон долбанутый. Третье. Ммм, заводной город. Да-да, если вы фанат Моровинда, как я, и любите Сота Сила, как я, то для вас это будет отличной находкой. Мы возвращаемся в заводной город, причем в четвертой эре, заметьте, то есть примерно параллельно событиям Скайрима. И да, он существует и даже функционирует. Вы узнаете немало о его структуре заводного города, и о планах уже покойного бога Сота Сила. И четвертая кампания. Дрожащие острова. Это даже в представлении не нуждается, как и сам Шиагорат. Озвучен он еще лучше, чем в оригинальных свитках. И события там действительно интересные. Это относится ко всем компаниям. Все компании достойны прохождения. Вроде ничего не забыл. Головоломки здесь, увы, также стоит покупать отдельно, и порой они стоят даже дороже, чем компании. Тут уже по вкусу. За победу могут одаривать чем-то, например, рубашками для карты или камнями душ. В целом, отличная разминка для мозгов, но это уже, конечно, на вкус и цвет. Ну и актуальнейший вопрос. А игра-то того стоит? Играть вообще интересно? И простой ответ. Очень. Это не преувеличение. Играть очень интересно. Тут, конечно, есть выигрышные тактики, но, напомню, тут многое зависит от удачи. Да и на любую колоду найдется своя, так сказать, анти-колода. Воры, колдуны, драконаебы, вратари. Скоро вы начнете узнавать эти архетипы и подстраиваться под них. Тактик может быть масса. Можно создать колоду воров-каджитов, можно обливионских вторженцев, двемирских или фабриканских автоматонов, животных, драконов, нежити, колдовскую колоду, наступательные, оборонительные, артефактные. Можно придумывать тактики буквально на ходу и комбинировать их. И нет такого, что лишь одна тактика рулит на серверах. Хотя иногда бывает такое совпадение, и тебе буквально даже вот кажется, что все только играют, скажем, через ворота. Но это именно что совпадение. Итого, можно понапридумывать разных тактик. Для некоторых придется подождать, когда вы сможете создать или даже случайно найти нужную ключевую карту. Можно делать несколько вариаций одной тактики. Калод может быть сколько хочешь. И все это, помимо прочего, еще и красиво анимировано, а главное озвучено. Карты говорят, и говорят очень антуражно. Говорят при выборе, при ударе, при смерти. Озвучка определенно хороша. Да и карты довольно стильные. Да. И вот тут мне очень хочется рассказать наконец-таки о недостатках игры. Хотя я чувствую, что многим они могут показаться скорее придирками. Но знаете что? Качество состоит из мелочей. Можно, конечно, ни на что вообще не обращать внимания, но тогда прогресс остановится. Если все вокруг будут говорить «мне ок», тогда ну, жри свою ок. Зачем тут это что-то улучшать? Некоторые игроделы так и делают. Да. Здравствуй, новый Скайрим. Но это уже другая тема. Так вот, какие недостатки я вижу в Тест Леджинс. Начну с самого заметного для себя. Это неудобный, неудобнейший, наверное, даже интерфейс. Притом, не в привычном понимании. Наверное, правильнее даже было бы сказать не интерфейс как таковой, а его взаимодействие с игроком. Скажем, как работает компания. Там карта, и сначала на нее упадут анимированные фишки. Потом одна поднимется. Пройдет диалог. Вот ты нажал начать, фишки снова упадут и снова поднимутся. И это все сопровождается потерей времени. Вот ты проиграл, тебе покажут, что ты проиграл. Загрузит карту, снова падут фишки, снова одна поднимется. То есть, это стандартная проблема некоторых игр. Они не экономят время. Пока прокручивать все эти анимации, время идет, и время немалое. То, что можно сделать быстро и удобно, тут делается долго и кучей кликов. Притом, клавиатурного управления тут, как я понял, нет, есть только мышечное управление, а на клавиатуре можно только печатать в чат. Вот и все. Все остальное тут делается мышкой. В том числе, вы не можете нажать там быстро Enter или Escape, чтобы экран сменился. Нет, нужно именно щелкнуть мышкой, что, кстати, иногда очень неудобно. Те же браузеры стараются все упрощать и делать интуитивно. Тут же фиг. Ты жмешь, например, играть, выбираешь сетевую игру, потом выбираешь конкретно, что ты хочешь играть, и останавливаешься на выборе колоды. Нажал нечаянно мимо окошка, все, ты снова в главном меню, снова три раза кликай. Из меню создания колоды выходить тоже неудобно, а уж начало боя это что-то с чем-то. Сначала портреты медленно чокнутся, потом тебе дадут на выбор три карты, потом они анимировано, медленно лягут на стол, и все это сопровождается бешеными таймингами. Реально, от двух и более секунд на каждый промежуток между действиями. Это с чужих, вот с моих слов, наверное, звучит как-то сомнительно, но вы попробуйте посмотреть на экран, я попробую найти тот момент, или, знаете что, попробуйте просто сами, и вы поймете, о чем я. Это особенно актуально, например, тем, кто хочет на перерыве между работой, скажем, сыграть партию-другую, это в конце концов карточная игра. Притом, сам ход ограничен по времени, и если кто-то тянет таймер, передает ход по истечению времени другому. Но даже это время длится слишком долго, минуты-три минимум. Это не говоря о том, что ситуацию могут усугубить твои противники, которые тещут тормоза и могут подолгу думать, как походить, или вовсе забыть передать тебе ход, и ты сидишь и ждешь. Ну, сделали бы какую-нибудь, не знаю, кнопку, как в шахматах, такой звоночек, чтобы у другого игрока, например, кнопка там, как-нибудь там красная мигала, намекая, копытми ты уже шевели, гражданин, а там еще можно, знаете, нажать и типа там сказать там привет или там йо-хо-хо, но там нет такого слова, как типа ходи, тварь. Почему не добавить туда диалоговую кнопку ходи, мразь? Потому что они реально могут вот так вот стоять и по 4, по 5 минут просто, просто нихера не делать, и ты ничего с этим сделать не можешь. А уж как они любят левать из партии, да. Вместо того, чтобы портить себе статистику и сдаваться, ну, что сдаваться, это ж не по-мужски, поэтому мы просто обрубим сетевое соединение. А что думает игра? Игра думает, что бедный твой соперник, он просто вылетел, поэтому давайте-ка мы его подождем 5 минут, блядь. Мы его будем ждать и все повторяется заново. Ты сидишь, 5 минут ждешь, потом ходишь, ждешь на этот раз уже 2 минуты или возможно полторы, снова ходишь, и если эта сука не вернулась, а она может вернуться, то тогда уже, да, снова ходишь, и ты победитель, и снова эта сраная анимация. О, просто прелесть. Еще очень странно, мне видится расовый вопрос. Я ж такой разист, вы ж меня знаете. Тут карты, как я уже говорил, распределяются по расам, речь о существах. Там, редгарды, бретоны, звери, даэдра и прочее. Иногда одно существо, одновременно, скажем, и зверь, и нежисть, там, как-нибудь, обешкуренная гончая, но часто ты открываешь какую-то карту и видишь, что, например, это какая-то раса. Да. А что влияет конкретно на эту расу? Вот, квама. Квама это зверь или нет? Нет, это не зверь. Стоп. А почему? Это же, ну, это же зверюшка, как бы, это квама. Ну, по качану, а просто не зверь и все, что ты привязался? Это квама, это квама, да. Все. Хорошо, ладно, пусть. Вот, атронах, это даэдрот? Да, это даэдрот, но это, сука, не очевидно, потому что раса указана, как атронах. Да. Я, может, чего и правда не знаю, я не исключаю такого, я ж не профессиональный игрок, но я встречал только одну расу, которую можно усиливать, как расу. Это орков. Там можно ставить флагштоки, и тогда каждый орк получает дополнительные бонусы к выносливости. Прочие меры и неды никак расово не усиливаются. Нафига тогда нужна такая путаница? Создается впечатление недоработанности. Может быть, так оно и есть. А может, я не понимаю великого плана. Кстати, возможно, херовая графика это тоже какой-то великий план, которого я не понимаю. Я не анонирую на качество графики, вы меня знаете, но извините, дата выхода 2017 год. Тут не нужно подгружать какие-то огромные просторы или кучу спецэффектов. Здесь их вообще нет. Текстуры откровенно херового разрешения, даже для Full HD, не говоря уже о 4К. Есть жанры, где потрудиться над графикой можно без ущерба для производительности. Это как минимум карточные игры и файтинги. А тут смотришь на текстуры и спецэффекты такие нечастые и ощущение, что ты в Титан Квест играешь. Ну, ладно, может быть, чуть-чуть покрасивее. Ладно, хорошо. По ощущениям, это 2010-2011 годы, но точно не 17-й. Да и арен маловато. Да, они красивые, можно пощупать разные предметы, они даже поколышатся, но это ни на что не повлияет. Так же, как и щупание женской груди. Она тоже поколышется, это тоже ни на что не повлияет. Наверное, я не знаю. Знаю только, что арен откровенно мало, штук 5 по ощущениям, и это близко к правде. Такое чувство, что весь бюджет на спецэффекты ушел на трейлеры. Сколько уже можно-то? Ну, ну, портируется вы на свич, но сделаете там лог на графику, а на компе сделаете настройки. Не все ж на ведрах-то сидят. Тут даже у карт на самом деле разрешение так себе. Хотя, признаюсь, только у первых карт. Те, что приходили постепенно с дополнениями, а именно так игра и развивалась, те имеют и разрешение гораздо больше, и глубину цвета, ну, то есть, видно, что они сделаны просто качественнее. Что мешало перерисовать так другие карты? Наверное, мешало то, что никто не возражал, а значит, зачем? Главное же, геймплей, не так ли? Ну, вообще-то так. Однако, гораздо лучше, когда хороший геймплей подкреплен хорошей графикой. Если бы это был 2010 год, я бы простил, не глядя, но это не 2017 точно. В итоге, я с большой радостью назвал бы Test Legends игрореликтом. С тех пор, как мне ее показали и научили в нее играть, я сидел в ней долгое время, с перерывами, разумеется. Если подряд, то, наверное, фигачил в нее месяц-полтора. И это для меня немало. Но вот эти вот тайминги, придурочные решения в интерфейсе и наплевательское отношение графики не позволяет мне выдать лично импровизированный кубок этой игре. Однако, вы меня можете не слушать, у вас свои вкусы, у меня свои. Игру я все-таки могу рекомендовать. Отличное времяпровождение. К тому же, она бесплатная. Единственное, что в начале трудно сразу втянуться, если некому помочь. Но это про многие хорошие игры, так можно сказать. Так что, заходите на огонек. Кто знает, может и с вами тоже нечаянно столкнемся в партии. Все может быть. Приуныли? Напрасно. Игра-то хорошая. Ну, улыбнись. Улыбнитесь. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok